всем привет меня зовут Вадим Шелест и мы с вами сегодня поговорим о purple teaming это достаточно новый формат тестирования на нашем рынке и мы с вами обсудим в чем суть этого вида работ обсудим концепцию и основные отличия от других видов тестирования и так что же такое purple teaming мне бы хотелось начать с такого небольшого лирического отступления и вспомнить про компанию nokia наверное многие помнят буквально несколько десятков лет назад эта компания была одним из лидеров в производстве мобильных телефонов соответственно ну вот nokia 3310 тот кирпич с кнопками наверное на тот момент был эталоном и писком моды и соответственно компания развивалась все у него было хорошо но в какой-то момент времени появился apple появился стив джобс который предложил концепцию телефона без кнопок соответственно на тот момент в nokia над ним все смеялись думали что эта идея не взлетит что это такой мертворожденный проект и буквально но это будет как игрушка для определенной категории людей но apple продолжал развиваться покорял рынок ворвавшийся буквально с ноги и внуки в определенный момент времени задумались о том что надо что-то делать необходимо необходимо принимать какие-то меры потому что они теряют позиции и соответственно как в любой большой корпорации существует три таких сущностей есть собственно говоря си-левел борт люди которые принимают решения которые планируют развитие компании на годы вперед они позвали к себе менеджмент и сказали образно говоря ребят нам нужна новая прорывная технология мы хотим обогнать apple мы хотим прям вот быстрее круче выше сильнее хотим чтобы было намного лучше чем у apple прям вот чтобы чтобы из телефона голограмма появлялась прям человечки выпрыгивал вот такие технологии нам необходимо реализовать соответственно менеджмент почесал затылки и пошел с этой идеи к инженерам к тем людям которые реализуют и притворяют жизнь вот все вот эти гениальные иногда безумные идеи которые высший менеджмент транслирует и соответственно говоря менеджмент пришел и озвучил пожелание мы хотим новую супер мега технологию соответственно инженеры в свою очередь тоже почесали в затылке и сказали ну как бы вы знаете на данный момент на данном этапе развития технологий но это прям невозможно то есть у нас нет такой технологии нам необходимо временное исследование нам необходимы ресурсы нам необходимы инженеры в общем сейчас это реализовать не получится то есть собственно говоря менеджмент ходил туда-обратно время шло apple продолжал развиваться и покорять новые рынки nokia потихоньку стагнировать но их какой-то момент эта компания прекратила свое существование ну и в чем же суть этой басни отсутствие взаимодействия отсутствие грамотного настроенной коммуникации между различными подразделениями будь то в бизнесе в информационной безопасности и в реальной жизни она как бы в данном случае очень очень сильно вредит когда люди хотят люди наверху хотят реализовать определенную определенное видение но не понимают как этого достичь а люди которые соответственно говоря обязаны эти желания претворять жизнь не понимают каким образом объяснить что это невозможно и какие ресурсы необходимы для достижения этой цели ну и собственно говоря ту же самую аналогию можно провести с отраслью информационной безопасности соответственно почему взаимодействие намного лучше чем противодействие существует такая классическая классическая модель оценки уровня зрелости процессов информационной безопасности любой компании то есть все начинается с на начальном уровне зрелости компания начинает задумываться о том что нам необходимо сформулировать процессы информационной безопасности это не просто уже дань моде это напрямую влияет на эффективность нашей работы соответственно собирается штат формируется подразделение небольшой отдел департамент и б и люди начинают заниматься анализом защищенности то есть на этом этапе необходимо основная цель работ на этом этапе необходимо найти как можно больше уязвимостей будь то если мы говорим о продукте либо о процессах соответственно говоря им их приоритизировать и сформулировать рекомендации которые нам позволят эти уязвимости закрыть либо реализовать какие-то компенсирующие меры которые затруднят их эксплуатацию соответственно следующим следующим этапом оценки уровня зрелости но мы все с вами понимаем что безопасность это процесс но как и любой процесс он должен предполагать определенный результат потому что противном случае но это такой самурай у которого есть только путь и соответственно говоря на следующем этапе чтобы нам перейти на этот уровень мы готовы проводить тестирование на проникновение то есть то что мы называем пин тестами по большому счету в данном случае наша цель уже немножко шире нам не просто необходимо найти все уязвимости их закрыть наша задача найти способы как зачинить эти найденные уязвимости в цепочку и реализовать недопустимые события кибер риски кому как угодно и показать показать компании максимально возможный импакт при эксплуатации этих уязвимостей соответственно следующим этапом в классической модели принято считать ретиминг как следующая рация более продвинутого пин теста где мы уже реализуем по большому счету эти же самые цели но делаем это на более продвинутом уровне мы же своей концепции предлагаем проводить следующим этапом purple тимминг и сейчас постараюсь объяснить почему что пин тест шторы тимминг этот формат работ дают нам такой срез текущего уровня защищенности то есть дают нам понимание как в компании сейчас обстоят дела то есть образно говоря с точки зрения бизнеса мы провели пин тест мы нашли уязвимости мы показали возможности их эксплуатации и хочется считать что все хорошо мы в безопасности ну на самом деле не все так однозначно потому что через день через два через неделю может выйти новая гром бага под нее появится эксплойт в публичном доступе необходимо начинать сначала нам необходимо заключать контракт приглашать пин тестеров пробовать про эксплуатировать новые уязвимость в нашей инфраструктуре с учетом защитных решений которые у нас реализованы и складывается впечатление что мы как белка в колесе бегаем и процесс бесконечный свою учить же purple тимминг дает нам возможность не просто найти все уязвимости а построить процессы оптимизировать существующие добавить новые уровни контроля оценить эффективность защитных решений оценить методы инструменты процессы которые у нас позволяют противостоять такого рода кибер угрозам и а вот то взаимодействие которая та синергия которая возникает в результате взаимодействия синих и красных вот эффективность этого формата работ она намного выше чем обычные пин тесты либо рать тимы и так в чем же основная разница между рэд тиммингом и попал тиммингом ну я как сэбер секьюрити специалиста всю свою профессиональную карьеру занимался сначала пин тестами потом рэд тимами и наверное тем кто прошел подобный путь знакомо такое ощущение когда мы приходим на проект и прям все разламываем закрываем все цели буквально за день-два и собственно говоря я не зову это часове это такое чувство самодоверенности то есть когда мы приходим и закрываем все цели несмотря на активное противодействие со стороны защитников несмотря на квалифицированный штат сотрудников сок разнообразные инструменты методики дорогостоящей железки несмотря на все эти усилия мы достигаем результата закрываем поставленные перед нами цели и реализуем критичные бизнес риски но с точки зрения бизнеса компания нам платит ведь не за то что мы пришли все разломали не за подтверждение этого факта что мы крутые хакеры здесь суть этого формата работ сделать компанию лучше сделать защитников эффективней научить дать им готовые инструменты каким образом противостоять кибер угрозам и когда придут реальные злоумышленники один пентестеры соответственно блютим будет готов будет понимать каким образом их атакуют какие инструменты используются и будет иметь прямо четкий план относительно детектирования обнаружения кибератак и реагирование на инциденты и более того методики и способы предотвращения реализации данных кибер рисков в будущем что касается попал тимминга еще такой нюанс с точки зрения бизнеса пентест и этим очень сложно оценить по ки пи и посчитать эффективность данного вида работ то есть непонятно от чего отталкиваться чтобы брать за основу относительно количество найденных уязвимостей либо скажем так импакт который мы можем достичь при эксплуатации этих уязвимостей либо от чего отталкиваться ну не совсем понятно а в попал тимминге мы оцениваем уровень защищенности компании по четким понятным критериям то есть есть такие количественные показатели как min time to detect то есть время необходимое защитникам на обнаружение какой-либо кибер инцидента соответственно min time to response время необходимое на реагирование на данную кибератаку и это четкие количественные показатели по которым можно прямо посчитать пропорцию ну и прикинуть к пи и относительно относительно возврата инвестиций то есть в данном случае мы реализуем формате попал тимминг какой-либо сценарий то есть мы реализуем тест кейсы от по всей модели cyber kill chain от initial access заканчивая из фильтрации ну либо что предполагается вот именно результатом реализации этого тест кейса и оцениваем время необходимое на обнаружение идентификацию и реагирование на данный инцидент и собственно говоря ну на примере наверное будет более понятно на какой либо тест кейс защитники потратили три часа после ассессмента формате попал тимминг когда мы предоставили отчет и соответственно говоря люди приняли наши рекомендации реализовали их и это время уменьшилось допустим до 40 минут то есть в принципе прям ну очевидно было три часа стало 40 минут и эффективность вот именно нашей работы и эффективность работы подразделения киберзащиты ну стало лучше да еще не идеально на следующей итерации формате попал тимминг мы придем и постараемся это время но сделать еще меньше прям чтобы она соответствовала тем стандартам индустрии чтобы укладывались люди в 20 минут и и мы даем для этого не просто рекомендации относительно вот есть уязвимости и необходимо закрыть необходимо накатить патч какие-то компенсирующие меры реализовать мы даем прям подробный план что необходимо сделать относительно процессов обнаружения относительно методов реагирования и относительно способов предотвращения этого кибер риска в будущем то есть мы не привязываемся к конкретной уязвимости формате попал тимминг отрабатываем но всю матрицу мэтра мы ее разнообразили добавили туда наши кастомные техники ну на основе наших собственных исследований либо на основе аналитики cyber threat intelligence сформулировали и прям итеративно каждую технику относительно конкретного сценария каждую процедуру отрабатываем и создаем процессы которые позволят более эффективнее реагировать на данного рода кибератаки соответственно у защитников есть готовые инструменты есть план каким образом противодействовать злоумышленникам ну и что касается попал тимминга опять же почему я тут очень очень много говорил про взаимодействие непротиводействие вот эта синергия которая рождается в процессе взаимодействия двух команд красных и синих вот то что мы обмениваемся опытом данном случае не только защитники свою квалификацию наращивают атакующие тоже узнают что-то новое и соответственно говоря это позволяет вот именно обеспечить наибольшую эффективность проекта ну и что касается попал тимминга в данном случае но вот не хотелось бы закончить таким прям девизом фиолетовый новый красный и может быть у кого-то был уже опыт работы формате вот именно попал тимм оставлять свое мнение комментариях мне будет интересно услышать спасибо за внимание